Игорь Гурьянов Мы анализируем только то, что случилось на самом деле, что стало по-настоящему ярким событием, и то, что действительно волнует, радует, беспокоит большинство магнитогорцев. Смотрите в выпуске. Потому что без воды многолетняя проблема с водоснабжением поселка Пресная Плотина сдвинулась с мертвой точки. Чистый город начинается с меня. Глава города наградил самых активных и неравнодушных участников конкурса «Чистый город». Льготы на проезд, сохранить изменения в правила благоустройства, принять итоги очередного пленарного заседания городского собрания депутатов. Активная фаза завершена. Работы продолжаются. Что сделано в городе? Обзорный репортаж событий. И теперь об этих и других событиях более подробно. Ночью со среды на четверг в Магнитогорске выпало 13,5 мм осадков. Это половина месячной нормы. Очисткой города от снега занимались два предприятия – Южуралмост и Дорожное специализированное учреждение. По словам коммунальщиков, к встрече со стихией они были готовы. Но все ли горожане согласны с этим? Последствия первого серьезного снегопада наблюдала наша съемочная группа. Говорят, что в России из года в год снег выпадает внезапно. Однако на этот раз о выпадении осадков прогноз погоды сообщил заранее. По словам директора Дорожного специализированного учреждения Дмитрия Гаврилова, спецтехника вышла на улицы еще вечером в среду. Всего на уборке было задействовано 67 единиц техники. Как обычно, сначала расчищаются центральные улицы и мостовые переезды. Затем рабочие приступают к уборке так называемых поперечных улиц от вокзальной до зеленого лога. Пока мы сейчас полностью город не очистим, техника будет работать. А потом будем смотреть, наблюдать за погодой. Сейчас пару-тройку дней, там снегопадов не обещается. Поэтому я думаю, что за сегодняшний день нам надо постараться убрать весь город. То есть все разъезды, почистить все остановочные комплексы, тротуарные дорожки, пешеходы. Чтобы людям было комфортно, не только автомобилистам, но и пешеходам. Техника техника, однако снега выпало действительно немало. Половина месячной нормы осадков. Чтобы привести улицы и пешеходные дорожки в порядок, нужно немало времени. Поэтому некоторым автомобилистам утром было действительно некомфортно. Это первый день, машины только выехали на очистку дорог. Я думаю, за ближайшую неделю они припедут нормальную работу и будут успевать. В Полянино вообще много снега было. Ничего не убрали. Какое время было? Ну, с утра где-то часов семь. С утра, когда я ехал, центральные улицы были свободные от снега в большей части. Но за городом, то есть откуда я ехал, на поселках было завалено все, не чищено. А так, думаю, в целом нормально для города. Я, если честно, только выехал. Я не могу сейчас сказать вам конкретно. Но я думаю, что, наверное, нет. Потому что не были готовы к этим моментам. Я даже, если честно, переобуться не успел. К слову о тех, кто не переобулся. Водителей, не следящих за прогнозом погоды, в Магнитогорске действительно достаточно. На шиномонтажках царит ажиотаж. Любят первый снег и автожестянщики. Количество ДТП в такие дни существенно возрастает. Сегодня, по сравнению со вчерашним днем, где-то в два или в три раза количество дорожно-транспортных происшествий увеличилось с нанесением ущерба. Поэтому госавтоинспекция убедительно просит водителей быть более бдительными, соблюдать скоростной режим, следить за своим автомобилем более внимательно. Ну и взаимная вежливость должна быть обязательная. Потому что только взаимная вежливость, как водителей, так и пешеходов, поможет улучшить нашу ситуацию на дорогах. Павел Берсенев, Александр Макаров, телекомпания ТВИН. Есть свет в конце тоннеля или применительно к теме нашего репортажа «Вода в начале трубы». Достигнута принципиальная договоренность между администрацией города Трестом, водоканал, подрядными организациями о проектировании и дальнейшем строительстве водопроводов поселок Пресная Плотина. Решение проблемы, которое не один десяток лет сдвинулось с мертвой точки. Каким образом, мы выяснили. Чтобы полностью понимать глубину проблемы, нужен небольшой исторический экскурс. Этого поселка нет ни в одном генеральном плане развития города. В конце 70-х годов прошлого века всей страной выполняли так называемую продовольственную программу, частью которой было развитие частных подворий и разведение кроликов в том числе. Отсюда народное название поселка – Крольчатник. Разводили кроликов настолько истово, что забыли оформить документы. Поселка ни в каких реестрах не было, а люди жили. Нет на бумаге – значит нет в коммунальных сетях. До недавнего времени поселок не высвечивался даже на навигаторе. В конце 70-х воду набирали в молочные бидоны кружками из небольшого родника, который бил неподалеку от поймы вот этого ручья, на дне которого мы с вами находимся. Шло время, люди обживались, обзаводились скотиной крупной и мелкой, начали строить колодцы, примерно по два на каждой улице. Тогда мы еще ничего не знали ни про кальций, ни про нитраты. И совершенно спокойно пили эту воду. Сейчас в колодцах нету даже ведер. Если позволяли технические, финансовые и геологические возможности, то люди обзаводились скважинами прямо на собственных подворьях. Нажимаешь тумблер – вот она, живительная влага. Обо всех водных напастях пресной плотины не понаслышке знает Сергей Солодовников, член инициативной группы по водоснабжению поселка. Знает он и о том, насколько местная аквавита не подходит для употребления. Он с единомышленниками не единожды обращался, в том числе к главе города Сергею Бердникову. Пути решения искали буквально на ощупь. Проблема сложная со всех точек зрения. И главное – тема дорогостоящая от слова «очень». Я в своем доме, значит, у нас есть колодец, который, у него глубина 8 метров. Значит, весной пользуется им, она мутная вода. Это верховая вода, которая сходит сюда. Значит, поэтому у меня стоит фильтр, стоит емкость дополнительная, в которую я заливаю воду, и уже из этой емкости я пользуюсь в доме как технической водой. Для жителей поселка перечисленная привычная ситуация. Так делают все или почти все. С 2016 года сюда организован подвоз питьевой воды в автоцистернах силами водоканала. Но и сами специалисты считают это даже не полумерой. Благодаря поддержке главы города Сергея Николаевича Бердникова было принято решение о выделении средств для проектирования и последующей реализации этого проекта. Необходимо цивилизованно подключать поселок к централизованным системам водоснабжения. Сегодня управлению капитального строительства «Магнитогорск Инвестстрою» уже даны соответствующие поручения провести выбор проектировщика. Найдены точки врезки в центральный водовод. Найден компромисс с железной дорогой. Часть водовода пройдет под железнодорожными путями. График следующий. С 20 ноября осуществляется сбор исходной документации. С конца декабря до 10 марта должны быть выполнены проектные работы. До 11 мая проект пройдет государственную техническую экспертизу. Положительное заключение экспертизы позволит провести конкурсную процедуру на поиск потенциального подрядчика по созданию этих объектов. И, возможно, 20-е и 21-е годы уже непосредственно создание этих объектов. Коммунальщики совершенно резонно осторожничают со сроками окончательного водоснабжения Крольчатника. Проект находится на начальной стадии. Емкий и технически, и финансово. Какие-то сложности наверняка возникнут на этапе строительства. Успокаивает одно. Это уже не мечты, а планы. И не прожекты, а проекты. Поживем, напьемся. Игорь Гурьянов, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН. С благодарностью за творчество и неравнодушие в администрации Магнитогорска подвели итоги традиционного осмотра конкурса «Чистый город-2019». Его организаторами по традиции выступило Управление охраны окружающей среды и экологического контроля администрации. Заявок на участие было подано несколько сотен. Лучшие из лучших были отмечены цветами и денежными премиями. Люди, неравнодушные к красоте родного города, собрались сегодня в администрации. Все они победители традиционного осмотра конкурса «Чистый город-2019». Всего 300 заявок на участие было подано в этом году в Управление охраны окружающей среды и местной районной администрации от жителей города и организаций. По итогам двух туров было выявлено 48 победителей. Мне бы хотелось сказать, во-первых, вам огромное спасибо. Мне хотелось, чтобы люди это сегодня, мы будем это тиражировать, распространять, показывать, чтобы в большей степени люди вовлекались в эту работу. И, конечно, еще раз подчеркну, не из-за того, чтобы занять первое место, хотя это тоже интересно и важно, а из-за того, чтобы вот каждый дворик, он был бы особен. Победители выбирали так же, как и в предыдущем году. По шести номинациям они остались неизменными. Среди них самый благоустроенный двор, наш дворник, самый лучший, самая благоустроенная клумба-цветник, наша дружная семья, город, мама, папа, я. Оценивались прежде всего разнообразия представленных на участках растений, ухоженность и творческий подход. Диплом за одну из самых благоустроенных внутридворовых площадок получил Центр помощи детям «Надежда». Учреждение участвует в конкурсе каждый год и традиционно берет призовые места. На территории Центра разноцветия ухоженных клумб, тематические оформленные зоны, свои сад и огород, за которыми с удовольствием ухаживают и дети, и взрослые. Мы, наверное, отличились цветением, разнообразием цветов, тех цветущих цветов, которые были на наших клумбах. Если посчитать, сколько это было цветов, то это было порядка, наверное, 50 видов цветов, которые у нас разместились на наших клумбах. У нас уютно, у нас красиво. И вот это разнообразие оранжевого, малинового, синего и белого, оно, конечно, создает красоту, наверное, и радость, которая и деткам нравится, и взрослым нравится. В номинации «Постоянный участник конкурса» была отмечена Тамара Петровна Алякина. Женщина уже в течение многих лет ухаживает за территорией рядом со своим подъездом, а в конкурсе участвует четыре года подряд. Благоустраивать территорию вспоминать было непросто. Ее дом построен на скале. Приходилось завозить плодородную почву, удобрять, выхаживать каждое растение. Сегодня ее работой восхищаются не только соседи, но и каждый прохожий. «Подводят детей, можно сфотографироваться? Можно. Завожу возле любой игрушки, возле любого цветочка, кустика. Красивые фотографии получают и говорят спасибо. А больше ведь ничего и не надо. Чем-то надо заниматься для себя». Победителей выбирала профессиональная жюри. Судили члены комиссии довольно строго. Ряд заявок отмели уже на начальном этапе на протяжении нескольких лет. Главным условием конкурса является отсутствие на благороженной территории отходов четвертого класса опасности. «У нас непосредственно постановлением администрации города определены условия проведения данного конкурса. Условия по тем критериям, которым оценивается применительно каждой заявке. Если говорить про шины, то в критериях отдельно прописано, что мы их не рассматриваем в качестве элементов благоустройства». Некоторые работы участников победителей были отмечены и на региональном уровне. Напомним, в области реализуется губернаторский проект «Зелёный город», инициированный главой региона Алексеем Текслером. Магнитогорцев за инициативу и неравнодушие поблагодарили от лица министра экологии Челябинской области Сергея Лихачёва. В заключении организаторы конкурса «Чистый город» призвали горожан принимать в нём участие активнее и, конечно, с уважением относиться к уже сделанному. Льготы на проезд в общественном транспорте и садовых маршрутах отдельным категориям граждан в 2020 году будут сохранены в прежних объёмах. Об этом стало известно на состоявшемся во вторник пленарном заседании Городского собрания депутатов. В целом, повестка традиционно носила ярко выраженный социальный характер. Льгота на проезд – одна из самых востребованных мер социальной поддержки населения. Она обходится городской казне в солидную сумму, но традиционно продлевается каждый год на протяжении многих лет. Те, кто пользуются социальной картой, а также женщины с 55 и мужчины с 60 лет, по-прежнему имеют право на 30 бесплатных поездок ежемесячно. Если выходишь из графика, следующие поездки – в половину от утверждённого тарифа. Магнитогорск – единственный в Челябинской области город, где пенсионеры могут доехать до своих шестисоток абсолютно бесплатно. В этом году сезонных маршрутов было 13, совершено более 800 тысяч поездок. 74 тысячи учащихся и студентов за год совершают около 4,5 миллионов поездок. За половину тарифа будут ездить и в следующем году. Общий объём пассажироперевозок в муниципальном транспорте составляет 18,2 миллиона поездок. В том числе граждане, достигшие возраста 55 и 60 лет, женщины и мужчины – это 50,4%. Студенты и учащиеся – 17,2%. Граждане – 32,4%. Существенные изменения претерпят и правила благоустройства территории города. По примеру областного центра в обиход вводится такое понятие, как гостевой маршрут. На пути его следования к зданиям, дорогам, пешеходным маршрутам и другим общественным территориям будут применяться более жёсткие требования в плане благоустройства. Перечень гостевых маршрутов, а также требования к их благоустройству будут установлены позже. Уже не нами, а специалистами администрации города. Мы с сегодняшним решением даем старт работе над этими документами. Суть их очень простая. Будут конкретно установлены требования с учётом опыта других городов. Контролировать те самые правила благоустройства с сегодняшнего дня также будут по-новому. Собрание даёт администрации дополнительный инструмент – муниципальный контроль исполнения правил. В скором времени появится реально действующий механизм для выявления и предупреждения нарушений требований по благоустройству. Осуществление муниципального контроля находится под пристальным вниманием региональных и федеральных органов. Виды муниципального контроля установлены федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Всего их установлено 11 видов муниципального контроля. Опосредованно, но также из этой линейки и решение депутатов изменить положение об организации ритуальных услуг. На кладбище предусмотрено место для так называемых почётных захоронений. Согласно действующим регламентам, на это место могут претендовать лица, удостоенные государственных наград и почётные граждане города. Список предлагается расширить за счёт тех, кто внёс весомый вклад в развитие города, имеет другие заслуги перед магниткой или совершившие, цитируем по оригиналу, мужественный поступок. Живые, кому это положено по закону, могут воспользоваться льготой на посещение общественных бань. Это также решение сегодняшней пленарки, по окончании которой городские депутаты выслушали отчёт своего московского собрата, депутата Государственной Думы Виталия Бахметьева. Он рассказал о самых резонансных законопроектах Нижней Палаты Федерального Собрания. Игорь Гурьянов, Денис Иванов, телекомпания ТВИН. Медицинские учреждения Магнитогорска готовы к сезону повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом главе города Сергею Бернику удоложили на еженедельном аппаратном совещании. Почти 108 тысяч жителей прошли вакцинацию. Прививочная кампания пока продолжается. Какие ещё темы обсуждали на совещании в администрации, смотрите прямо сейчас. В начале совещания о кадровых перестановках заместитель главы города Виктор Нижегородцев ушёл на заслуженный отдых. Его место занял Максим Маскалёв, бывший руководитель администрации Правобережного района. Совещание продолжилось обсуждением подготовки к эпидемиологическому сезону. На текущий момент заболеваемость в городе ниже эпидпорога, ситуация неэпидемическая. По прогнозу НИИ гриппа имени Смородинцева, начало эпидемического подъёма ожидается на конец января. Средней интенсивности. Елена Симонова констатировала, к сезону повышения заболеваемости медицинские учреждения Магнитогорска готовы. Закуплены необходимые медикаменты, с врачами проведены семинары. На базе первой горбольницы, а также детской, работают единственные в области лаборатории диагностики вируса гриппа. Вакцинированы от болезни 108 тысяч магнитогорцев, в том числе почти 47 тысяч детей. Готовятся сейчас к вакцинации специалисты центральной медико-санитарной части. Металлургический комбинат закупил 26 тысяч доз вакцины для сотрудников комбината. Тема общества получила продолжение в докладе начальника управления соцзащиты населения. Семьи, имеющие детей, сегодня могут воспользоваться большим количеством мер поддержки. Причем муниципальные, областные и федеральные программы касаются не только многодетных или малоимущих, но и обычных семей. С апреля 2019 года стали доступнее условия семейной ипотеки программы государственной поддержки семей с детьми. Участники этой программы могут взять ипотеку или рефинансировать уже имеющуюся по льготной ставке 6%. Принципиально здесь является тот момент, что в программе могут участвовать семьи, в которых дети родились с 1 января 2018 года. Итог доклада в том, что многие семьи сегодня не знают о полагающихся им выплатах, льготах и субсидиях. Поэтому глава города попросил разработать план мероприятий по информированию населения. Часто меняются какие-то критерии, или добавляются, или увеличиваются у нас. Поэтому надо по городу сделать эту информацию более доступной и, наверное, ее подавать с какой-то, еще раз повторюсь, периодичностью. В финале совещания подняли тему благоустройства. В рамках подготовки города к зиме с территории площадью более 4 миллионов квадратных метров было выведено 420 кубов мусора. Площадь выполнения ямочного ремонта составила 6400 квадратных метров. Площадь укладки поселковых дорог с дыровым асфальтом из Хавловой составила 15900 квадратных метров. За отчетный период отработано 152 обращения граждан и 24 предписания ГИБДД. В минувший четверг магнитка встретила первый в нынешнем сезоне обильный снегопад. Городоначальник похвалил городские службы за хорошо проделанную работу по устранению последствий стихии. Еще раз заостряю все дорожные службы, внимание всех служб на содержание не только главных улиц и магистралей, также на и поселковые дороги так называемые и особенно на тротуары. Еще раз, пешеходы являются равноценными, равнозначными участниками дорожного движения, поэтому мы не должны давать приоритет в большей степени, скажем, автомобилям. Город полностью готов к зиме, резюмировал Сергей Берников. Дороги в отличном состоянии, системы отопления работают исправно. Елена Семофьева, Денис Иванов, телекомпания ТВИН. Обустройство пешеходной зоны по проспекту Карла Маркса между улицами Завинягина и Бориса Ручьева закончено. Чтобы посмотреть, насколько качественно все сделано, бульвар посетил глава города. Что понравилось Сергею Берникову, а что нет в нашем следующем материале. Первое, что сделал глава города, когда пришел на бульвар, разогнал точку, где велась несанкционированная торговля. Он подчеркнул, что бульвар – это не базар. Если кто-то хочет продавать продукты с собственного садового участка, то в городе под это отведены специальные места. В городе очень много альтернативных мест. Но, тем не менее, при этом, при всем, давайте как-то придерживаться этой системы. В противном случае мы из города сделаем большой один базар. Мы никогда не идем по пути, все запрещать. Если мы где-то говорим, этого не нужно делать, обязательно предлагаем альтернативу. А вот убранство пешеходной зоны городоначальнику явно пришлось по душе. Особенно впечатляет новый бульвар в вечернее время. Стильные фонари, подсветка, причудливые лавочки, разнообразие архитектурных форм. Все сияет яркими красками. При этом соседство стилей в оформлении дополняет друг друга и не вызывает раздражения. Подумали, впрочем, не только о пешеходах. Для самокатов, велосипедов сделали специальную дорожку. А нравится ли место отдыха самим горожанам? С этим вопросом Сергей Бердников неоднократно обращался к прогуливающимся. Магнитогорцы изменения однозначно оценивали как положительные. Вы, главное, нас не покидайте, наш город. Я понимаю, что карьерный рост он должен быть, но от нас вы не уезжаете. Хорошо? Не зря же я президенту вам про вас написала. Только надо помогать. А что вы написали? Плохо? Хорошо, наоборот, написала. Я думала, наоборот, до вас уже это дошло. Причем я давно писала. Нет, нет, нет. Мне хочется, чтобы вот именно вы помогали. Сейчас как раз ведется сбор предложений по вопросу, какое общественное место будет обустроено в следующем году по программе «Комфортная городская среда». И многие горожане высказываются, что неплохо было бы продлить бульвар до улицы Труда. Если эта длина участка увеличится, это будет здорово. Но опять решать людям, жителям. Как решат, так и будет. Сейчас подбирают названия для нового бульвара. Свои предложения горожане могут направить в официальную группу городской администрации в социальной сети. Павел Брюсенев, Александр Мургунов, телекомпания ТВИН. И сейчас в продолжение темы будет большой, но интересный материал, подготовленный нашими корреспондентами о том, что в принципе сделано в Магнитогорске в этом году с точки зрения благоустройства. Скорее всего, это будет неполный перечень. Замечу лишь, что ни один новостной выпуск телекомпании ТВИН в этом году не выходил без благоустроительной тематики. Словом, Магнитка 2019. Наши дни преображения. Любая новостная информация включает в себя ответ на три вопроса. Что, где, когда. Если это аналитический материал, то добавляются еще два. Как и почему. Но часто бывает так, что аналитика начинается с простого перечисления, компиляции, сбора воедино. Фактов, явлений, событий, объектов, как в нашем случае. Такую азбуку работы с информацией мы вспомнили в желании подытожить все сделанное в Магнитогорске в течение этого года с точки зрения благоустройства. Это не совсем корректное слово. Ведь чистый газон, новая дорога – это не сама цель, а лишь пункты громадного понятия, которое называется улучшение качества жизни. Далее последуют фрагменты репортажей наших корреспондентов. Не забудьте менять в них будущее время глагола на прошедшее. Уже сделано, уже реализовано, уже запущено. Как, например, один из ключевых объектов реконструкции дорожной сети Магнитки в этом году – перекресток Ленина и Грязнова. Не узнать. Реконструкция площади имени Григория Носова началась в августе. Специалисты Маггуртранса заменили здесь более 800 метров трамвайных путей. В этом году занималась укладка асфальтобетона. Работники комбината, которые ездят на родное предприятие по центральному переходу, наверняка уже смогли оценить ровное дорожное полотно на круговом перекрестке и практически незаметные рельсы. Федеральные средства, полученные Магниткой на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», помогли привести в порядок 13 дорожных объектов, включая этот участок проспекта Ленина. Это 13-й объект. Всего в этом году 13 объектов. Общая площадь, общая длина 12,5 километров по этой программе. Общая площадь составляет порядка 160 тысяч квадратных метров. И, соответственно, выделено федеральным бюджетом на этот год 150 миллионов на эти дороги. На этой неделе полностью перекрыто автомобильное движение на участке улицы Маяковского от проспекта Пушкина до улицы Кирова. Здесь ведется замена дорожного полотна. Автомобилисты, конечно, испытывают определенные неудобства в связи с дорожными работами. Трафик по улице Маяковского очень активен, но все это забудется, когда движение по новой дороге откроют. Обновляются и участки дорог, ремонт которых финансируется из городского бюджета. Очередным, уже восьмым по счету, стал отрезок улицы Завинягина между проспектом Карла Маркса и улицей Галиулина. Протяженность участка 530 метров. Общая площадь составляет 3710 квадратных метров. Будет уложен в равняющий слой 4 сантиметра и основной слой 6 сантиметров. Асфальт бетона ЩМА-16. На перекрестке улиц Советская и Грязнова ремонтные работы идут полным ходом. Работающая здесь бригада заканчивает замену бортового камня по обеим сторонам дороги. Это первый этап так называемого среднего ремонта, в ходе которого будет проведена полная замена асфальтового полотна на участке дороги от Правобережного РУВД до Первой поликлиники. Словом, дорожные работы уже идут вовсю, но движению они никак не мешают. К 20 июля обновление этого участка, чья общая площадь составляет 4200 квадратных метров, будет закончено полностью. И магнитогорцы получат по-настоящему хорошую дорогу, для ремонта которой впервые будет использован новый вид асфальтобетонного покрытия. Ремонт на участке дороги от Труда до Зелёного Лога по улице Советской в последний раз проводился лет 20 назад. В результате дорожное полотно давно превратилось в настоящее решето с трещинами, ямами и наплывами. Поэтому в список дорог, требующих капитального ремонта, этот участок попал практически без возражений. Значит, технология здесь. Загоняет большую фрезу и срезает старый асфальт. Потом идёт замена бортового камня, значит, 2 километра 600 метров на этом участке. И потом идёт нижний слой выравнивающий 4 сантиметра и верхний слой щема, щебёночно-мастичный асфальтобетон 6 сантиметров. К работам на западной стороне проспекта Карла Маркса на участке от улицы Гагарина до Дружбы специалисты приступили 19 июня. В данный момент здесь уже заменили старый бордюрный камень на новый, оформили остановочные карманы и уложили большую часть асфальтового полотна. Средний ремонт здесь проводится в рамках реализации федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На данный момент уложены два слоя асфальта на участке Карла Маркса от улицы Гагарина до улицы Правды. Сегодня будет продолжаться выкладка выравнивающего слоя на участке от Правды до Дружбы. И завтра уже закончат выкладку верхнего слоя. Всего асфальт здесь будет уложен на площади 5000 квадратных метров. Протяжённость отреставрированного участка составит 800 метров. На участке дороги по улице Гагарина от Советской до проспекта Карла Маркса уже пятый день идут ремонтные работы. Специалисты завершают фрезерование верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. На очереди демонтаж старых бордюрных камней. Площадь данного участка составляет 12,5 тысяч квадратных метров. Тяжённость 1 километр. На данном участке будет применяться тип асфальтобетона ЩМА-16. Он себя зарекомендовал как менее подверженный к пластическим деформациям. К ремонтным работам на улице Северный Переход приступили неделю назад. Протяжённость участка, на котором будет заменён верхний слой асфальтового полотна, более 1600 метров. Это расстояние от моста до улицы с названием «Мостовой проезд». На улице Северный Переход ремонту подвергнется только северная сторона. На южной работы проводились в прошлом году. Последний раз этот участок дороги ремонтировали более 15 лет назад. Из-за износа асфальтового полотна здесь возникла сильная колейность. Сейчас верхний слой покрытия сняли, и передвижение по дороге уже стало более комфортным для автотранспорта. Каждые пять шагов – точка. Точнее, отметка, по которой будут равняться при нанесении дорожной разметки. Дедовский метод, но всё ещё в ходу. Круглосуточно разлиновывают дорогу 30 маляров. Им предстоит нарисовать 600 километров продольной разметки и 33 тысячи квадратных метров пешеходных переходов. И не один раз. Планируем два раза в этом году наносить разметку. Функциональная долговечность по ГОСТу, разметки наносящиеся эмалями и красками – три месяца. В этом году, продолжая дорожную тематику, по сравнению с прошлым, в два раза увеличен объём отсыпки поселковых дорог. В три раза увеличены объёмы строительства и ремонта пешеходных тротуаров. 25 новых протяжённостью 3 километра. 130 к ремонту протяжённостью 20 километров. Что касается основных магистралей, то проехал по новой дороге, будь добр, припаркуйся по правилам. Вот это по правилам удавалось далеко не всегда. Прежде всего, от отсутствия парковок страдали учреждения социальной направленности – школы, детские сады, больницы. Конфликтные ситуации, возникавшие между автомобилистами, заезжающими на территорию детской больницы с улицы Суворова, уйдут в прошлое. Проезд не только расширили и отремонтировали, здесь ещё и будет организована отдельная пешеходная зона. Руководство детской больницы напоминает родителям, что въезд со стороны улицы Суворова предназначен исключительно для служебного транспорта и машин скорой медицинской помощи. Несанкционированной автомобильной парковки на газонах возле этого въезда быть не должно. Для пациентов в этом году организована новая удобная парковка со стороны улицы Гагарина. Она способна вместить более 50 легковых машин. Также мы сделали со стороны улицы Гагарина новый вход в амбулаторно-хирургическое отделение детский круглосуточный термопункт «Айболит». Также у нас организован вход в консультативно-диагностический центр со стороны улицы Гагарина. В центральной клинической медико-санитарной части официально начала действовать новая парковка. Площадью 110 квадратных метров способна вместить около 60 автомобилей. Это подарок медикам и посетителям больницы от города. Благодаря усилиям администрации города и, прежде всего, главы города Сергея Николаевича Бердникова, у нас здесь шикарная парковка. И посетители нашей больницы имеют возможность припарковаться и количество парковочных мест больше. И выглядит это существенно лучше. Это первое. Второе. Видите, новая калитка. Раньше здесь в заборе всегда формировалось естественное отверстие, которое мы заваривали. Оно появлялось вновь. И поэтому было принято решение сделать новую входную группу. Ездить было невозможно. Машины ставить некуда. Первым пунктом рабочего объезда главой города Сергея Бердникова стала парковка у торговой галереи «Мост-2». 1 августа на этой территории начались масштабные работы по благоустройству. Долгожданное событие для магнитогорских автолюбителей. Специалисты обещают совсем скоро, Гордиев узел, завязанный здесь из транспортного и пешеходного потоков, будет распутан. Здесь проблема с парковочными местами. Машина много скапливается, проезд затруднен. Будет расширено количество мест в полтора-два раза примерно, ну в два раза. И будет обустроено пространство остановки. Это уже восьмой парковочный карман, который строители дорожного специализированного учреждения делают в подобных условиях. Мы в декабре приступили, ну и продолжаем, не останавливаемся. График у нас расписан до конца марта. До конца марта мы сделали, подготовим 34 парковки. А с наступлением, как я уже говорил, положительных температур, мы начнем на них укладывать асфальтобетонное покрытие. Все 34 парковочных кармана появятся вблизи детских образовательных учреждений. Список заставляли районные администрации. Идем дальше, точнее едем, еще точнее на трамвай. Если быть совсем точным, то в новом вагоне по новым рельсам. И это не метафора. Самый экономичный, самый экологичный и сегодня самый точный вид общественного транспорта в Магнитогорске. Трамвай в этом году претерпел настоящую революцию. Кстати, говорю я все это, пережидая непогоду в новом остановочном комплексе. Со стационарным зарядным устройством для гаджетов, с оборудованными местами для инвалидных колясок, со складным пандусом, со специальным оборудованием для бескондукторной оплаты проезда, транспортной картой или банковской. Преимуществ у вагонов нового поколения достаточно. Сегодня они впервые выходят на линию. В отличие от предыдущих, которые приходили до этого, там, к нам вагоны тоже. Здесь установлены валидаторы по оплате проезда. Технически полностью исправны. У нас тяжелые профи пути. Проверились все режимы работы, в том числе торможение, экстренного торможения и так далее. Все после этого, вот сегодняшним днем, еще раз говорю, пять вагонов готовы к эксплуатации. Я, как начальник депо, отвечаю за их безопасность. Строительство новой трамвайной ветки в южной части города стало одним из крупнейших и важнейших проектов этого года. За последнее время здесь выросло много новых микрорайонов, которые из-за отсутствия развитой транспортной инфраструктуры оказались отрезаны от центра Магнитогорска. Исправить ситуацию мог запуск трамваев, способных по новой ветке перевозить до двух миллионов пассажиров в год. Поэтому с подачи главы города с июля 2019 года в этой части Магнитогорска начались строительные работы. В настоящее время ведется укладка рельсошпальной решетки. Порядка километра 800 уже уложено. Выполнены усиления всех инженерных сетей. Ведется устройство контактной линии. Усиление хосфекального коллектора и тоннеля Янгодьевского водовода тоже выполнены. Перекресток «Зеленый лог» Карла Маркса завершен. В настоящий момент работы ведутся по труда Карла Маркса. На перекрестке будет он закрыт порядка трех недель. Большой объем работы. Протяженность новой ветки составит 4 километра. Вдоль нее должно появиться 6 остановочных комплексов. Сесть трамваи жители должны уже в конце ноября. Если ты идешь или едешь, обязательно найдется тот, кто спросит куда. А ты ответишь в парк, в сквер или прогуляться по бульвару. Прямо сейчас о том, как магнитка прихорашивалась с эстетической, если угодно, точки зрения. И вот бульваром как раз мы и продолжим наши телевизионные прогулки по городу. Особенно впечатляет новый бульвар в вечернее время. Стильные фонари, подсветка, причудливые лавочки, разнообразие архитектурных форм. Все сияет яркими красками. При этом соседство стилей в оформлении дополняет друг друга и не вызывает раздражения. Подумали, впрочем, не только о пешеходах. Для самокатов, велосипедов сделали специальную дорожку. А нравится ли место отдыха самим горожанам? С этим вопросом Сергей Бердников неоднократно обращался к прогуливающимся. Магнитогорцы изменения однозначно оценивали как положительные. Реконструированный сквер на Березках стал подарком жителям поселка к юбилею Магнитогорска и Дню Металлурга. На открытии зоны отдыха активисты высказали мнение, что еще хотели бы видеть в сквере. К уже давно имеющимся здесь скамейкам, клумбам и детской площадке в сквере появилось спортивное оборудование. Хоккейная коробка подготовлена к заливке льда. Вместо земляного покрытия там появился асфальт. Над реконструкцией зоны отдыха в поселке Березки трудились рабочие двух городских организаций. В Магнитогорске сделали дорожки, заасфальтировали, установили поребрик. Мы в свою очередь восстановили клумбы, сделали газоны, засеяли. И вот когда дождались осенней посадки, высадили 49 берез по периметру сквера и по той площадке. Это один из самых уютных и комфортных уголков отдыха жителей Ленинского района нашего города. Визитная карточка сквера Чапаева – памятник первым комсомольцам-строителям Магнитки. Он был торжественно открыт в мае 1966 года, а в 2015 году, спустя 50 лет, памятник реконструировали. При этом первоначальный вид комсомольцев-первостроителей остался неизменным. Из новшеств разбитый асфальт заменили на современную тротуарную плитку, а также установили здесь две новые современные детские площадки. Судя по отзывам жителей Ленинского района, отдыхать в сквере Чапаева им нравится. Очень красиво и замечательно. И сделано для людей скамейки и для детей эти участки, где они могут заниматься. Хожу до монумента гулять вечером и обратно. И тут же прохожу через этот участок. И вот красотой, вот эти цветы, вот это все, столько труда уложено. Спасибо нашему руководству, комбинату и администрации города, чтобы наши люди берегли, что им делается такое добро. О строительстве новой визитной карточки магнитки, парка у вечного огня, мы многое подробно рассказывали в прошлом году. Даже итоговую новогоднюю программу сняли здесь и назвали в зимнем парке городском. Ну а то, что нашим землякам новый парк пришелся по вкусу, в полной мере проиллюстрировал юбилей города, когда сюда на праздничный концерт, проголосовав ногами за парк, пришли 100 тысяч наших земляков. И главное, ничего не сломали. Сколько горожан здесь отдыхают каждый день, подсчету не поддается. Нет, про экопарк мы не забыли. Лыжня России собирает не только магнитогорцев. Идея действительно стала всенародной. К нам в Центр физической культуры и спорта «Экологический парк» ежегодно приезжают команды из ближайших городу сельских районов. Люди едут с удовольствием. Говорят, у вас хорошо. Мы уже где-то лет 15 каждый год приезжаем сюда, в экопарк, отдыхаем. Этот день для нас праздник большой. Мы ждем его зимой с нетерпением. Сегодня мы участвовали в спартакиаде ветеранов. Еще хотим поучаствовать на лыжне России. Покатались прекрасно. Изменения в облике сквера площадью 16 тысяч квадратных метров заметны невооруженным взглядом. Здесь положили новую плитку, заменили скамейки, установили урны, произвели обрезку деревьев и посадили новые кустарники. Подумали строители и о детях. Для ребятни была возведена детская площадка. Одним словом, такого ремонта в сквере Победы не было со времени его основания. Перемены пришлись по душе и местным жителям. Сказать вам спасибо за такой нам подарок. Очень красиво преобразилось. А он такой живой вид. Ну, был. Когда-то. Когда-то. Ну, кстати, не такой. Он, кстати, таким не был. Я прекрасно помню. Таким он никогда не был. Аккуратным, красивым. Вот не было такого. Да. На территории бывшего теплично-садового совхоза состоялась публичная презентация проекта «Притяжение» для жителей города. Проект предусматривает многоцелевое использование почти 400 гектаров земли. Здесь будут сконцентрированы современные спортивные, медицинские, музейные и культурные объекты. Их строительство откроет качественно новый уровень возможностей для образования, отдыха и здорового образа жизни горожан и гостей города. Инициированный председателем совета директоров по ОММК Виктором Рашниковым, он призван коренным образом изменить жизнь магнитогорцев, предоставив те услуги в сфере образования, отдыха и здорового образа жизни, которых либо не хватало, либо их уровень морально и физически устарел. Мы изучили очень много схожих проектов, отдельные функции, как в России, так и в Европе. И как раз таки учили те ошибки, которые были допущены при реализации, особенно показатели, например, Лужников, ВДНК. Поэтому пошли по пути на генерального проектировщика. И в настоящее время, скажем так, в июле этого года генеральный проектировщик уже представил мастер-план территории, который прошел защиту Викторовича. И, соответственно, из трех предложенных вариантов был тот вариант, который сейчас вы видите на картинке, под рабочим названием «Быль-Ла». Главная задача проекта «Притяжение» – повысить уровень жизни магнитогорцев, придав индустриальному городу статус туристического и образовательного центра национального уровня. Когда все будет закончено, драмтеатр значительно преобразится. В фойе второго этажа на полу появится паркет, на стенах – декоративная штукатурка, на потолке – световые короба. На третьем этаже изменения будут более глобальные. Вместо коридора будет зал для совещаний, конференций, встречи или семинаров. Изменено будет практически все. Останется только каркас стен. Вся внутренняя начинка будет новая. Это касается интерьеров, это касается всех инженерных сетей, которые будут заменены. Это касается всего оборудования театрального, звукового, светового, механического оборудования сцены, телевидения технологического, видеопроекции, режиссерской связи, всего того, что находится в сердце театра, на сцене и в зрительном зале. Если говорить о дизайне, то выполнено все будет в стиле лофт. Для него характерны открытые пространства с хорошим освещением. По словам специалистов муниципального учреждения «Магнитогорск-инвестстрой», плитка на площади народных гуляний не менялась уже порядка семи лет, а значит, настало время коренной реконструкции. По графику к работам должны были приступить только 25 апреля, но демонтаж плитки уже начался. Все дело в том, что контрактом установлены довольно сжатые сроки. Закончить работы нужно будет до 10 июня, чтобы юбилей города площадь встретила обновленной. На этом объекте будут проведены работы по замене тротуарной плитки, облицовке клумб, ну и выполнение озеленительных работ. Бюджет контракта составляет порядка 22 миллионов рублей. Подрядчик определился в ходе электронного аукциона. Подрядчик проверенный, зарекомендовавший себя на многих объектах нашего города, и поэтому сомнений в качестве не будет. Объем реконструкции немаленький. Площадь новой гранитной облицовки клумб составит 300 квадратных метров. Брусчатка будет заменена на площади порядка 8,5 тысяч квадратов. Масштабное озеленение города началось еще в 2017 году. Оно стало частью стратегической инициативы ММК под названием «Чистый город». В ходе реализации этой программы к 2021 году уровень загрязнений атмосферы Магнитогорска должен снизиться до значений, соответствующих понятию «благоприятная окружающая среда». Поэтому, чтобы обеспечить высокую приживаемость деревьев, саженцы приобретали в хорошо зарекомендовавших себя питомниках Казани и Перми. В 2017 году была высажена тысяча деревьев. Так называемая акция «Тысяча деревьев детям» — это по социальным объектам, то есть по школам и садикам высажена. В 2018 году более полутора тысяч, если так на память, 1800 с копейками. И в 2019 планируется к высадке 1630 деревьев. Среди высаженных деревьев — липы, березы, рябина и сибирская ель. Все вышеперечисленное далеко не полный перечень того, что сделало наш город красивее и удобнее для проживания. Когда мы хотим сказать человеку что-то приятное, то желаем ему прежде всего здоровья. Можно перефразировать в контексте нашего анализа и качественного медицинского обслуживания, которое, в свою очередь, во многом зависит от внешнего вида, входных групп, регистратур, коридоров, медицинских учреждений. В 2019 году этому аспекту было уделено особо пристальное внимание. В женской консультации поликлиники номер один теперь светло, красиво, уютно, на стенах висят картины, кругом цветы. Это медицинское подразделение выполняет важнейшую задачу — следит за здоровьем работниц группы ПАО ММК. Здесь наблюдается около 14 тысяч женщин. Комфорт в женской консультации можно назвать результатом заботы металлургов о своих сотрудницах. Благодаря нашим спонсорам, конечно, наш спонсор, градообразующее предприятие, они выделяли средства и прислушивались к нашему мнению, что мы хотели сделать. Детскому саду номер 170, расположенному по адресу Октябрьская, 5-2, в этом году исполнилось 54 года. Здание было построено в 1956 году и предназначалось под ясли. Балкон на втором этаже специально предусмотрен для выгуливания годовалых малышей. Увы, но капитального ремонта в садике не было с самого его открытия. Печальный внешний облик здания даже не самое страшное в этой истории. Главная многолетняя проблема — дырявая протекающая крыша. По словам руководства детского сада номер 170, глава города Сергей Бергников откликнулся на письменное обращение, призыв о помощи. В прошлом году здесь полностью заменили окна, а этим летом выделили деньги на ремонт кровли. Работы уже начались. В том году с местного бюджета было выделено 100 тысяч, а в этом около миллиона. Было поставлено технологическое оборудование на кухню. Поэтому вот деньги город дает очень много, в большом количестве. Поэтому вот большое спасибо. На сегодняшний день в Магнитогорске работают 132 дошкольных учреждения. Если дети старше трех лет полностью обеспечены местами, то для самых юных горожан по-прежнему есть дефицит в 600-700 мест. Особенно актуальна проблема для жителей южных микрорайонов. Помимо строительства новых детсадов, очень кстати будет реконструкция бывшего здания факультета психологии МАГУ, расположенного по адресу доменчиков 28-1. Здесь будет располагаться детский сад на 85 мест, где будут созданы две группы для детей раннего возраста до трех лет. И мы, я думаю, что ликвидируем потребность в этих микрорайонах близлежащих. И в планах строительства детского сада на 290 мест по типовому проекту в микрорайоне 147. Новая школа в 145 микрорайоне построена по современному типовому проекту. Таких школ в Магнитке еще не было. Здание этого образовательного учреждения будет соответствовать всем действующим нормам и требованиям. Заказчиком строительных работ этого объекта является Магнитогорский инвестстрой, а генеральным подрядчиком – Трест Магнитострой. Вся школа будет белая, светлая, красивая школа. Внутри применяются такие довольно современные материалы, потолки в коридорах грильята. Видели, очень красивый потолок, такой как реечка алюминиевая. В кабинетах Амстронг подвесные потолки, покраска. Это все соответствует нормам, потому что для учреждений с большим пребыванием людей, сейчас же пожарные нормы очень строгие, никаких горючих материалов быть не должно. То есть везде покраска. Школа состоит из нескольких блоков зданий, которые соединяются теплыми переходами. Начальные классы будут учиться в отдельном блоке со своими спортивным и танцевальным залами – библиотекой. 39 отремонтированных внутриквартальных территорий, 20 трамвайных переездов, новые светофоры и освещение улиц. Год еще не закончился, а значит впереди еще много репортажей о том, как преображается наш любимый город. Десятки и сотни больших и малых дел, реконструкция аэродрома, газификация поселков, новая многопрофильная больница, многоуровневая развязка на Ленина-Завинягина, новый крытый каток с тренировочной базой, новый центр материнства, новый парк притяжения. Все это не мечты, а планы, не прожекты, но проекты. Увидимся там же, время местное.